здравствуй мой друг очень хорошо что ты пришел приходи сюда найти мягкие подушки поближе к камину располагайся поудобнее расслабься и слушай сегодня мы читаем повесть николая василича гоголя вий есть колоссальное создание простонародного воображения таким именем называются у малороссиян начальник гномов у которого веки на глазах идут до самой земли вся эта повесть есть народное предание я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте как слышал николай васильевич гоголь когда солнце стало садиться мертвую понесли в церковь философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гром и чувствовал на плече своем что-то холодное как лед сотни гола сам шел впереди неся рукой правую сторону тесного дома умерший церковь деревянная почернеющая убранная зеленым мохом с тремя конусообразными куполами уныло стояла почти на краю села заметно было что в ней давно уже не отправлялось никакого служения свечи были зажжены перед каждым образом гроб поставили посередине против самого алтаря старый сотник поцеловал еще раз умершую повергнулся нить и вышел вместе с носильщиками вон дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь пришедший в кухне все нежшие кровь начали прикладывать руки к печке что мгновенно делает малоросияне увидевший мертвеца голод который в это время начал чувствовать философ заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умерший скоро вся тварня мало-помалу начала сходиться в кухню кухня в сотниковом доме была что-то похожа на клуб куда стекалось все что не обитало во дворе считая в это число собак приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями куда бы кто ни был посылаем ни по какой бы ни было надобности он всегда прежде заходил на кухню чтоб отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку все холостяки жившие в доме щеголявшие в казанских свитках лежали здесь почти целый день на лавке под лавкой на печке одним словом где только можно было сыскать удобное место для лежания притон всякий вечно позабывал в кухне или шапку или кнут для чужих собак или что-нибудь подобное но самое многочисленное собрание бывало во время ужина когда приходил этапунщик успевший загнать своих лошадей в закон и погонщик приводивший коров для дойки и все те которых в течение дня нельзя было увидеть за ужином полтавня овладевала самым неговарливым языками тут обыкновенно говорилось обо всем и о том кто пошил себе новые шаровары и что находится внутри земли и кто видел волка и тут было множество панматистов в которых между малосияниями нет достатка философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни скоро бабка в красном очимке высунулся с дверей держа в обеих руках горячий коршок с галушками и поставила его посреди готовившись ужинать каждый вынул из кармана своего деревянную ложку и наизы неимением деревянную спичку как только уста стали двигаться немногие медленно и волчий голос всего этого забрания немного утишился многие начали разговаривать разговор натурально должен был обратиться к умершей правда ли сказал один молодой овчар который насадил на свою кожаную перевезть для люльки столько пуговиц семенных бля чтобы похож на лавку мелкой торговки правда ли что баночка не тем будь помянута осталась нечистым кто баночка сказал дорож уже знакомый прежде нашему философу да она была целая ведьма я пресекну что ведьма полно полно дорож сказал другой который во время дороги изъявал большую готовность удержать это не наше дело бог с ним нечего об этом толковать но дорож вовсе не было расположено молчать он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и наклонившись раза два двум или трем бочкам он вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил безумолком что ты хочешь чтобы я молчал сказал он да она она мне самому ездила ей богу ездила а что дядька сказал молодой овчар с буковицами можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьмам нельзя отвечал дорож никак не узнаешь хоть все псалдрин перечитай то не узнаешь можно можно дорож не говори этого произнес прежний утяжитель уже бог недаром дал всякому особый обычай люди знающие науку говорят что у ведьм есть маленький хвостик когда старая баба то и ведьма сказал хладнокровно седой казак уж хороши и вы подхватила баба которая подливала в то время свежа галушек очистившийся горшок настоящие толстые кабаны старый казак которого имя было я в ту образование кофту выразил на губах свою улыбку удовольствие заметил что слова его задели за живое старуху а погонщик скотины пустил такой густой смех как будто два быка ставший один против другого замычали разом начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотниковую дочь и потому желая опять навести его на прежнюю материю обратился к соседу своему с такими словами я хотел спросить почему все это засловие что сидит за ужином считает баночку ведьмы что же разве на кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь было всякого отвечал один из сидевших с лицом гладким чрезвычайно похожим на лопату а кто не припомнит псаря Микиту или того а что ж такое псарь Микита сказал философ стой я расскажу про псаря Микиту сказал товарищ я расскажу про Микиту отвечал табунщик потому что он был мой кум я расскажу про Микиту сказал спирит пускай пускай спирит расскажет закричала толпа спирит начал ты пан философ пахома не знал Микиты ах какой редкий был человек собаку каждую он бывало так знает как родного отца теперь шли псарь Миколы что сидит третьим за мною и в подметке ему не годится хотя он тоже разумеет свое дело но он против него тряк помой ты хорошо рассказываешь хорошо сказал торж одобрительно кивнул головою спирит продолжал сальца увидит скорее чем табаку трешься с носу свистит а ну разбой а ну быстро а сам наконец упрыть и уже рассказать нельзя кто кого быстрее обгонит он ли собаку его сивухи к варту свистит друг как бы не бывало славный был псарь только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку вкрепался ли он точно в нее или уж она от него околдовала только пропал человек обхабился совсем сделался черт знаешь что непристойно и сказать хорошо сказал торж как только панночка повалов взглянет на него то и повода из рук пускает развое зовет бровкой спотыкается и есть что делает один раз панночка пришла на конюшню где он чистил коня дай говорит мигида я положу на тебя свою ножку а он дурень и рад тому говорит что не только ножку но и сама садись на меня панночка подняла свою ножку и как увидит он ее ногую полную белую ножку то говорит чарой как и отшеломила его он дурень нагнул спину и схватившими руками за ноги ее ножки пошел скакать как конь по всему полю и куда ни ездили он ничего не мог сказать только воротился едва живой и с той поры и сохнул весь как щепка и когда раз пришли на конюшню то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро сгорел совсем сгорел сам собою а такой был псарь какого на всем свете не можно было найти когда спирит окончил рассказ свой со всех сторон пошли толки достоинства бывшего псаря а прошепчил его ты не слышал сказал дорож обращаясь к хайме нет эх 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 так у вас в бурсе видно не слишком большому разуму учат но слушай у нас здесь на селе казака шептун хороший казак он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды но хороший казак его хата не так далеко отсюда в такую самую пору как мы теперь сели вечерить шептун с жинкою окончивши вечерю легли спать а так как время было хорошее то шепчиха легла на дворе а шептун в хате на лавке или нет шепчиха в хате на лавке а шептун на дворе и не на лавке а на полу легла шепчиха подхватила баба стоя у порога и подбержа рукою щеку дорож поглядел на нее потом поглядел вниз потом опять на нее и немного помолчал сказал когда скину с тебя при всех изботницу то нехорошо будет это предостережение имела свое действие старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи дорож продолжал а в люльке висевшей среди хата лежало годовое дитё не знаю мужеского или женского пола шепчиха шепчиха лежала а потом слышу что за дверью скребется собака его и так вот из хата беги она испугалась и бабы такой глупый на роль что высунь ей под вечер из-за двери язык то и душа войдет в пятки однако ж думает дай-ка я ударю по морде проклятую собаку а злышь перестанет выйти и взявши кочерку вышла отворить дверь не успела она немного отворить как собака хернулась промеж ног ее и прямо к детской люльке шепчиха видит что это уже не собака а паночка да притом пускай бы уже не паночка в таком виде как она ее знала это бы еще ничего но вот вещь и обстоятельства что она была вся синяя и глаза горели как уголь она схватила дитя прокусила ему горло и начала бить из него кровь шепчиха только закричала ой лишенька ты из гады только видит что в синях двери запер она начнет так сидит и дрожит глупая баба а потом видит что паночка к ней идет и на чертах кинулась на нее и начала глупую бабу кусать уже шептун поутру вытащила оттуда свою женку свою скусанную посиневшую а на другой день и умерла глупая баба так вот какие устройства пустые обольщения бывают а ну хоть и панского по мету то все как то ведьма то ведьма после такого рассказа дорожит самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку приготовляя ее к напивке довоком материя ведьме сделалась нестерпаемую каждый в свою очередь спешил что нибудь рассказать к тому ведьма в виде скирты и сена приехала к самым дверям хаты у другого украла шапку или трубку у многих девок на селе отрезала косу у других выбила бы несколько ведер крови наконец вся компания опомнилась увидела что заболталась уже чересчур потому что уже на дворе была совершенная ночь все начали разбродиться по ночлегам находившимся для на кухне или в сараях или среди двора а ну панахама теперь и нам пора идти к покойнице сказал святой казак обратившись к философу и все четверо в том числе спирит и дорож отправились в церковь стекая гнутами собак которых на улице было великое множество и которые из-за злости грызли их палки философ несмотря на то что успел подкрепить себя добрую игрушкой горелки чувствовал втайне подступавшую в робость по мере того как они приближались к освященной церкви рассказы и странные истории слышанные им помогали еще более действовать его воображение мрак под дыном и деревьями начинало редеть место становилось обнажение они ступили наконец советскую церковную ограду в небольшой дворик за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенное ночным мраком луга три казака взошли вместе с хамоя по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь здесь они оставили философа пожелав ему благополучно отправить свою обязанность и заперли за ним дверь по приказанию пана на философа вот и закончил до свидания До свидания. До следующих. У камина.